Пригожин и Чаваковагдор сыграли очень большую роль в этой войне не сколько для Украины, против Украины, сколько против России. Это, конечно, такое мощное оружие против права, против вообще понятий о преступлении, наказании, их связке. Против того, чтобы люди вообще понимали ответственность за свои поступки. Я думаю, что эта роль еще не до конца осенена, она будет еще долго-долго-долго аукция. Что касается роли в Украине в военном конфликте, я разговаривала очень много раз с украинскими солдатами, которые воевали и против мобилизантов, контрактников, и против Чаваковагдор. Они все как один говорят, что ЧВК-Вагдор – это другое. Это другое, имея в виду именно последних контрактников, именно заключенных, поскольку они гораздо лучше экипированы, чем российская армия были. Во-вторых, это люди, которые шли на смерть. Сразу заранее шли на смерть и, в общем, совершенно не ожидали, что после боя они выживут. Очень часто многие бойцы ЧВК-Вагдор, они шли просто до начала атаки в полный рост, обнаруживая собой цену и свою жизнь огневые точки. И трудно сказать, тут украинские ребята между собой спорят, под веществами ли это, или это такой способ несудебной казни, или это просто новенькие дурачки, которые говорили, что иди туда, к той высотке, которая была глубоко в тылу украинцев. Или и то, и другое, и третье вместе взятое. Они окапывались, они рыли окопы в момент атаки, закрывая телами только что рывших окоп до них, в общем, их коллег. И это, конечно, очень жестоко все. Внесудебные казни, которые стали нормой жизни. Привычка не забирать трупы и не забирать раненых. Не сообщать родственникам о гибели. В общем, такое отношение к людям, даже не к пушечному мясу, как к расходному материалу, которых это устраивает, которые привыкли к такому отношению. При этом внутри России запрещены и частные военные компании, и наемничество как таковое. Как было, так и остается. И если вот сейчас, например, мобилизация или вербовка, или призыв. Непонятно до сих пор, что это, хотя прошло больше месяца после начала деятельности Министерства обороны в зонах. Тем не менее, мы можем сказать, что все-таки эта вербовка Минобороны, она законна. Они год назад начали суетиться и подсуетились уже в осеннюю сессию. Госдуму вынесли законопроект, и теперь эти действия законны. Ну, хоть какую-то соломку подселили под себя. А действия человека в Агнерии до сих пор незаконны. Несмотря на все усилия и партии, и отдельных лоббистов, тем не менее, Пригожин потерпел некоторое поражение, как цередворец, но он остался вполне на плаву. Это человек с крупнейшей в мире частной армией. Это человек, который по-прежнему остается влиятельнейшей персоной в Африке. И он представляет интересы лично Путина. И в Мали, и в Центраноафриканской республике, и в Сирии, например. И мы с вами знаем, например, какое большое влияние в Африке имеет, например, Китай. Увеличившее влияние. Огромный Китай. Многомиллиардный Китай. А тут Пригожин, частная армия, имеет, в общем, на 2-3 страны, в общем, влияние не меньше, а то и больше. Продолжение следует...